Привет, мои дорогие друзья! Сегодня у меня такое потрясающее настроение. Решила с вами поделиться одной историей, которая меня просто настолько вдохновила. И сейчас я в таком абсолютно позитивнейшем состоянии и хотела с вами поделиться этим состоянием и рассказать такую маленькую небольшую историю, которая со мной только что приключилась. Переезжали мы именно в эту квартиру где-то года два назад. И как только мы приехали ее посмотреть и решать, будем ли мы здесь жить, я была тогда с Пушкиным, и мы пошли с ним гулять, пока они тут что-то делали, я не помню уже что. И с нами познакомился. Здесь вообще очень часто знакомятся, особенно собачники. Если вы гуляете рядышком, то к вам обязательно подойдут, обязательно скажут, какая же у вас красивая собачка. Обязательно спросят, какая порода, сколько лет, как себя чувствует. То есть все-все-все, что только можно. Мы познакомились с дедушкой, с таким стареньким-стареньким. Ему за 70 лет, но он такой как чисто итальянец. То есть он даже с собакой гулять. У него тогда еще лето было, то есть у него такая рубашка была с подтяжками штаны. То есть у него шапочка-беретик или галстук-бабочка. Ну такой весь очень стильный. Прямо такое видно, что одежда подобрана очень качественно. И собачка у него была старая чихуашка Бирба. Вот. И мы с ним, значит, разговаривали что-то. Он спросил, потому что я с Пушкиным, но тоже чихуашка. И мы с ним стали разговаривать. И он вообще, он такой милейший человек оказался. И он там все, ой, синьорита, какая у вас прекрасная собачка. А что вы сюда приезжаете? А с мужем, да. А чем у вас муж занимается? Ну потому что здесь городок маленький. Возможно, что знакомый друг с другом по каким-то там родственникам или еще что-то. В общем, мы очень мило поболтали. Мы переехали уже, здесь опознавались. И я стала очень часто его встречать, когда гуляла с Пушкиным. Потом и не я его стал тоже встречать, потому что он по утрам гуляет с ними перед работой, а я днем и вечером. Когда у нас появился Орса, то есть мы поговорили насчет Орса. И тоже все поболтали, поболтали. На протяжении всех этих двух с половиной лет, что мы здесь живем, мы постоянно виделись на прогулках. И значит, и так получилось, что совсем недавно мы вышли гулять с мелкими. И идет какая-то женщина гулять с Бирбой. Я такая, ой, здравствуйте. Привет, Бирба. Она такая, ой, а вы, наверное, Нати. И я такая, ой, да. Он говорит, ой, мне Альфредо про вас очень много рассказывал, про вас, про Эни. А я что-то смотрю, а она как-то, ну, такая очень какая-то взволнованная очень сильно, нервная. А я говорю, а что случилось, а где Альфредо? И она говорит, он в больнице. Я говорю, а что случилось, как так? Она говорит, у него пневмония, он только себя плохо чувствует. Это было недели три назад. У него пневмония, очень плохо себя чувствует. Но он уже старенький, ему там 70, я не помню. Мне кажется, 78 лет что-то такое. И она стала рассказывать, то есть она уже так говорит, как будто он уже не сможет. То есть она говорит, ну, врачи стараются, но вы же понимаете, что он уже в возрасте. Поэтому все мои глаза на мокром месте, я сама с ней чуть не разревелась. Мне так ее жалко было. Ну, а как-то я с другой стороны, вроде как мы с ней первый раз только познакомились. Я к ней не могу подойти, ее обнять, как-то еще посочувствовать, проявить сочувствие. Я растерялась, я не знала, как что делать. Еще с моим итальянским, то есть я могу изъясняться в разговорной речи, но какие-то важные слова показать, ну, и трудновато мне было. Я растерялась. То есть я ей сказала, потом я надеюсь, что он скоро поправится. Не спросила ни в какой клинике, он ничего. И она все, она говорила, мне нужно бежать, бежать. Мне нужно было тоже уже бежать, потому что я с собаками и ребенок дома. Вот, и пришла в таких расстроенных чувствах домой и рассказала это все Эне. И он тоже очень расстроился. Он говорит, а ты спросила, она где-то в какой он клинике лежит, может быть мы сможем его навестить. Потому что Эне, с ним тоже они стали, то есть они по утру, там по 10 минут, по 15 разговаривают, когда встречаются, то есть такие у них приятельские отношения уже сложились. Он говорит, нет, ничего не спросила, не узнала. А он ее тоже не видел в глаза. И он потом ее встретил еще, получается, где-то дней 10 назад. И он говорит, что Эльфред еще в больнице, она все еще переживает, но вроде как получше себя чувствует. Я говорю, ну хорошо. И вот сегодня я ее увидела. Она тоже такая женщина еще. Даже гулять с собачкой, с прической, с красивой, с красивой там блузочкой, красивой курточкой на небольшом каблучке. Я выхожу гулять с собаками, как вообще, как какой-то, я не знаю, бомж стайл. И у меня что только не бывает, когда я гуляю с собаками. Шерстяные носки на пижаму, какая-то худи вообще непонятная, кепка в зерошенной волосе. Ну, то есть, как бы, как нормальные люди гуляют с собаками, да? Аж самой стыдно. А нет, здесь они вот прям вообще такие умнички. И сегодня я ее увидела, и она говорит, что все, Эльфред идет на поправку. Я так рада была. Она сказала, что он все, ну, как бы его уже переводят. Сказали, через недельку уже домой отпустят. Потому что, мне кажется, и она не ожидала, что он поправится. В основном, когда уже после 70 лет, и пневмония очень тяжело лечению поддается. И, то есть, такой вот у нас потрясающий сюрприз. Короче, я очень рада. Прям вообще нереально рада. И захотела с вами поделиться такой... Господи, такой новостью замечательной. Вот. Вообще сейчас готовлю ужин. Покажу вам, что готовлю. Вообще ужин за 10 минут, причем офигенный, очень-очень здоровский. И вкусный, и здоровый, и очень быстрый. Не уверена, будет рад, радешенек. Вот. Пока еще вам расскажу наши последние новости, что у нас происходит. Как вы знаете, не знаю, знаете, не знаете. Но в Сечино у нас больше 50 случаев заражения коронавирусом идет. И пока паники основной так и нету. Говорят, всем поменьше выходить на улицу. Очень много людей в супермаркетах. Но я также слышала, что в Милане сейчас очереди большие в супермаркетах. Потому что пускай это ограниченное количество людей, все стоят снаружи, ждут. А пускай это ограниченное количество людей, чтобы не было расстояния между людьми, когда ты ходишь, выбираешь покупки. Вот. Сказали, что границы у нас перекрыли. Но мы были в воскресенье, мы мотались в Италию буквально. Мы не знали, что границы, оказывается, перекрыли. Мы съездили. У нас же граница в 15 минутах одна. И мы съездили туда покушать. И оказалось, на границе нам ничего не сказали. Ничто перекрывают, ни вообще никакой информации. Мы спокойно совершенно проехали. Нам уже там, потому что наши знакомые. И официант уже сказал, что да, вот нам запрещено выезжать. До 3 апреля у нас введен режим такой более ограниченный. То есть до 6 часов вечера работают все такие бары и рестораны. В ресторанах и барах нужно, чтобы расстояние между людьми было не меньше то ли метра, то ли метра полтора. То есть такие минимальные меры ограничения все-таки есть. Сказали, что им нельзя выезжать в Швейцарию. Но мы проехали спокойно. Не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... В магазинах очень странно скупают почему-то все замороженные продукты. Ну и средства эти антибактериальные. Антибактериальные у нас повсюду уже стоят. Вот эти вот штучки. Мне кажется, у нас дома их штук 20. И просто после каждой 15 минут мы моем руки. И вообще, не дай бог что. На самом деле не переживаем, потому что так же относимся как к обычной простуде или к обычному гриппу. Очень боимся только за наших более пожилых друзей. Вот насчет этого очень сильно переживаем. Насчет себя особо не переживаем. Что еще у нас происходит? 8 марта у нас было. 8 марта. Посмотрите, какая у меня красота. Знаете откуда? Вы думаете, мне муж подарил? Фиг там было. Здесь 8 марта не празднуется. Поэтому для меня вот эти вот все поздравлялки в инстаграм, это уже как такое странное было. Сначала даже не поняла, что происходит. Это Яночка подарила. Помните, мы когда сидели с девочками? Мой праздничный день в фитнес-клубе. Вот, пошла позаниматься. Любимый пошел на... Своё, господи. Любимый пошел в бассейн, потому что... Сейчас покажу вам, смотрите, какая она штука. О, моя фотография старая. Муж пошел в бассейн, потому что у него спина болит. Я вам уже говорила, что у него три брыжи. Вот. Сейчас покажу вам, что как готовлю. И не знаю, сюда буду вставлять, как мы провели наш уикенд. Потому что я снимала, снимала. Мы ходили и в спа ходили. Находится в том же помещении, в том же таком большом здании, где и мой зал. Поэтому с таким вот выйдем у нас бассейн будет. Вот, короче, я вам тайно снимаю. Ну, видите, вот такой вот у нас бассейн. Там с горячей водой. Вот, короче, показываю вам отсюда бассейн. Лежаки. И поехали вот в Италию. Еще что-то делали. Короче, сейчас посмотрю, как видео пойдет, не пойдет. Если что, вставлю. Корочку обжариваю просто в сливочном масле. Это единственное, где я использую сливочное масло. С солью и все. Вот мне почему-то нравится в последнее время такая просто соль и сливочное масло. Так что у нас будет и салат с рукколой и томатами. Соус, я сегодня ленивая пупа, поэтому я просто покупной соус использую как раз для аспаржа. Аспаржа у нас готова за 6 минут, да? Морковка еще доваривается. Турочка тоже готова. А соус этот нужно только подогреть и все. Он что-то весь в тумане. Что ты делаешь здесь? Ча, мой сладкий, любименький. Аннелия у нас отдыхает. Вкуснота получилась спаржа. Я ее потом обдала холодной водой, чтобы она перестала готовиться. И она поэтому сейчас такая хрустящая. Посыпала солью еще сверху. Вот. И вообще вкуснота, вкуснота. Смотрите, что у нас получается. Ужин, который готовится реально за 10 минут. То есть у нас шикарная спаржа. 6 минуток на нее ушло. Салат. Просто руккола положить. Ну, я потом уже перед подачей порезать помидорки. Оливковое масло. Бальзамика. Курочка, которая за 10 минут приготовилась. И 2 минутки разогреть соус. Вот такой вот у нас шикарный ужин будет. Да, ребят? А вам достанется что-нибудь? Вам спаржа достанется? Хорошо? Договорились? Договорились? Малыши мои, любимые. Пушкино. Маленький Пушкино. Да. Кто-то, кстати, спаржу уплетает за обе щеки. Да, Урсо? И Пушкин тоже. Уже съел все? Вкусно? Маленький. Маленький. Маленький, ты чего? У нас собаки очень такие. Пушкин у нас очень любит фрукты. Обожает фрукты, ягоды. Для него вообще его хлебом не кормит. Только дай какие-нибудь фрукты и вкусняшки. А Урсо у нас более настоящая собака. Он больше по мясу. С ума сходит по курице. И вот может только у овоща. Фрукты он так себе. Да, Урсо-то? И смотрите, у нас Пушкино, да, место. Где у него запасы еды и одеялка. И Урсо место. Все игрушки, которые возможны, да? И нельзя ничего забирать. Все, твое, да? Все, твое. Сколько же здесь игрушек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, твое. Все, твое. Ай, кошмар. Хотя какое? Вот еще у нас старая соска, еще зайка. Немаляшка, косточка. Пушкин все у нас спаржу кушает. Урсо, все твои игрушки, да? Салат я заправила оливковым маслом. Спрызнула бальзамиком. И немножко кунжутных семечек. Соль. И все. Для Анина я спаржу почистил. Сейчас, подожди, фу-нас. Анина я спаржу почистил. 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 Вот чтобы показать, даже сейчас я иду гулять. Я в пижаме, в кроссовках и в пальто. Это еще не самый плохой вариант, на самом деле. Ну что, всегда наш мой вечер заканчивается именно так. С нашими душистыми попами я гуляю днем и вечером, а не утром. Ну вот, немножко вам показала, да, что было, как было. И спасибо еще, что были с нами, что смотрели. Мойте ручки, обязательно дезинфицируйте, берегите себя, обнимаю, целую, пока-пока.